Хочу вам сегодня показать тесто, которое находится на пике своей расстойки. Вот так оно выглядит в контейнере. Вот так оно разрыхлилось. Стоит оно здесь уже больше, чем нужно было. Двое суток стоит в холодильнике. Дело в том, что я планировала печь с него хлеб вчера, но у меня заболел ребенок вечером и было совершенно не до этого. Вот так выглядит тесто, которое двое суток провело в холодильнике. Я по его состоянию вижу, оно в хорошем состоянии, хорошо подошло, хорошо разрыхлилось. Но, скорее всего, вот из такого теста, смотрите, как оно дрожит, у нас уже с вами не получится. То есть сейчас формировать тесто в иросточной корзине смысла нет. Он уже не получится с таким гребнем, тартин, так называемый, который все любят печь, а с высоким острым гребешком хлеб не получится. Мы сейчас, тем не менее, что из него можно сделать? Из него можно сделать прекрасные булочки, чиабатту, фокаччо можно сделать, либо сформировать матнакаш. Получится просто великолепный хлеб с него. Так мы сейчас с вами и поступим. Но я разогреваю еще все-таки котелок и хочу сформировать просто сразу же здесь без расстойки. Сформую круглый хлеб, разрежу его и посмотрим с вами, что получится. Получится ли с него гребень. Вы увидели состояние теста, какое оно. Вот если у вас случится такая же ситуация, что вы не сможете через сутки испечь хлеб, то есть в этом случае нужно тесто ставить либо в более холодное помещение, в более холодный отдел холодильника, либо печь какие-то другие изделия. То есть по-хорошему его вчера вечером нужно было сформировать, формовочные корзины и поставить в холодильник. Тогда сегодня с него можно было бы печь тартин с высоким гребешком. А так с гребешок, скорее всего, не получится. Сейчас я сформирую разные хлебушек и покажу вам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Из этой порции я буду формировать матнакаш. Поэтому просто его формирую сейчас в шар. Возьму бумагу. На бумагу немножко налью растительного масла. Это позволяет лучше двигать тесто по бумаге. Хотя у меня пергамент хороший, силиконизированный. И при выпечке я его не мажу и ничем не посыпаю. Но вот для формирования матнакаша лучше помазать маслом, для того, чтобы легче было сформировать тот самый матнакаш. Сейчас я покажу, как я буду это делать. Сначала сформирую лепешку просто. Дам ей немножко отдохнуть, чтобы тесто расслабилось, пока буду формировать булочки. Потом мы к нему обязательно вернемся еще раз. Вот так вот. 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 На первой буханочке хлеба, которую я сформировала просто в шар, я сейчас сделаю надрез и отправляю ее в духовку под колпак. Сначала на температуру 220 градусов на 20 минут. Затем открываю колпак. и допекаю еще 20 минут. при температуру на температуру, пока матнакаш. у меня полежит у меня полежит. Мунжут. Вот так вот. он еще хрустит. вот так вот. который позволяет, сделать мне вот такой, очень мягкий, очень мягкий, и который, и который долго сохраняет свою свежесть. так вот, так вот, хлеба получилось достаточно много. Здесь 2 килограмма тесто, здесь 2 килограмма тесто было в общей сложности. И вот этот хлеб, который наиболее зажаристый, мы сегодня будем кушать на завтрак. Ну и пару булочек. А остальное, скорее всего, я либо могу отправить в заморозку, в морозилку на долгое хранение. Вы можете сделать точно так же. Сделать две такие булочки, например, и отправить часть в морозилку. Потом я разогреваю духовку. Ну, с вечера достаю, например, хлеб из морозилки в холодильник. В холодильнике он должен размораживаться. Затем утром включаю духовку. И вот этот хлеб, буквально на 10 минут, разогретую духовку. Он еще больше подрумянится, разогреется, и будет такое впечатление, как будто вы только что испекли свежий хлеб. Поэтому я его сильно не зарумяниваю, чтобы у него была возможность подрумяниться потом. Ну, или то же самое. Вы можете этот матнакаш положить, например, на гриль, на огонь, ну, когда делаете шашлык. И он у вас еще подрумянится сверху, разогреется, и будет как будто бы вы только что испекли свежий хлеб именно по этому случаю. Это очень эффектно. И такая маленькая изюминка. То же самое можете сделать и с булочками. Сделайте из всего двух килограмм, из всех двух килограмм, вот такие булочки. Посыпка может быть абсолютно разная. Может быть маковая, может быть с сахаром. Вы можете добавить в это тесто больше сахара. Я добавляю 40 грамм муки. Добавьте 100 грамм сахара. У вас будут сладкие булочки. Сверху можно посыпать либо тоже сахаром немножко. Маком можно посыпать. Можно сделать другую посыпку из штрейзеля. Я обязательно вам как-нибудь покажу. И получатся у вас такие булочки веснушки. Так вот, сделайте 2 килограмма вот этих булочек. Расфасуйте по пакетам, например, по 4-5 штук. И заморозьте. И к каждому завтраку у вас будут свежие булочки. Ну, а вот этот хлеб мы сейчас с вами разрежем. Посмотрим, какой же он получился внутри. Напомню вам, что это был... Это я сегодня пекла хлеб из перестоявшей, на мой взгляд, перестоявшего теста в связи с тем, что я не смогла вовремя его испечь. И он у меня на сутки дольше простоял в холодильнике. Контейнер этот с тестом. Вообще хлеб получился в форме сердца, мне кажется. Даже еще хруст есть. Ой, ну вот, как и думала. Сильных пузырей нет, поскольку тесто хорошо расстоялось. Поэтому мякиш получается, знаете, такой более однородный, более ровненький, с мелкими порами. Но, тем не менее, хлеб очень мягкий. Это абсолютно не влияет на его вкус и качество. Да, если бы мы с вами пекли подобный же хлеб, но с добавлением немного ржаной муки, то у него был бы более кислый вкус. Ржаная мука сама по себе придает кислоту. Видите, абсолютно пушистый, хороший хлебушек. Ну, соответственно, такой же мякиш будет у всех вот этих вот хлебов. И если вы печете ржаной хлеб, то ржаной хлеб немножко с... Если вы перестаиваете тесто, забываете о нем, то он становится еще более кислым. Поэтому я предпочитаю все хлеба печь на цельнозерновой пшеничной муке. Тогда в ней, в этом хлебе нет кислоты, если у вас не кислая закваска. Вот. Но также на цельнозерновой пшеничной я пеку и ржаной хлеб. Качество его от этого абсолютно не меняется. Ну, вот так. Подписывайтесь на канал. Я буду очень часто рассказывать вам про выпечку хлеба. Надеюсь, вы сможете научиться и сами испечь свой первый, а может быть и просто какой-то другой хлеб, который вы еще никогда не пекли. Ставьте лайки. Буду рада делиться с вами полезной информацией о хлебе. Спасибо.